Всем добрый день! Искала в магазине какао рахат и не нашла ни в одном. И вот в одном магазине продавщица мне сказала, что будто бы какао рахат уже не выпускают. Невыгодно что ли, не знаю верно это или нет, но она предложила мне вот такое какао. Это какао порошок торговой марки Восточные пряности. Изготовлено оно в Алматы, Казахстан. Упаковочки 100 грамм. Хорошо написано, что как готовить это какао, потому что не на всех упаковках с какао есть такая информация. На этой стороне на казахском языке, тут на русском. Здесь сказано, что нужно перемешать 2 чайные ложки какао порошка с 2-3 чайными ложками сахара. Развести горячим молоком и эту смесь влить в подогретое молоко и довести до кипения. Ну в принципе так какао готовится. Вся разница в том, какое какао. Бывает качество какао не очень хорошее. Одно какао я бы даже как-то выбросила, потому что оно у меня на зубах скрипело. Посмотрим, как выглядит это какао. Вот такая упаковочка. Целлофановый пакетик. Какао видно, что обычного цвета, как и обычного, как и любой какао. Главное, какое оно будет в готовом виде. Так, посмотрим, что за какао. Придется, конечно, пересыпать в баночку. Ну, какао коричневого цвета. Ничем не отличается, как я говорила, от другого какао. Запах мне не очень нравится. Даже на вкус попробовала, но пока что еще не поняла. Что-то вот, такое чувство, как будто здесь какая-то примесь есть. Хотя в составе ничего не сказано. Просто какао-порошок. Какао я сварила. Вот, посмотрите. Сейчас вылью в кружечку и посмотрю, какое какао на вид и какое на вкус. Вот такое какао. По внешнему виду определить качество какао сложно, потому что в основном все какао такого цвета получается. Главное, нужно его попробовать на вкус. Но комочки все растворились. Комочков нет. Налила я еще в одну кружку. Вот, чтобы попробовать. Как говорится, чтобы товарный вид здесь не портить. Аромата какао как такового сильного нет. Слабенький аромат. И вкус совершенно не такой, какой, например, у какао рахат. И, между прочим, крупинки, крупинки. Очень много крупинок, которые скрипят на зубах. Вот в первой кружке как таковых крупинок не очень много. А я налила во вторую кружку. Я же на две порции делала. И здесь уже крупинок больше. Вот посмотрите. Видно, нет? И вот эти все крупинки, они скрипят на зубах, что мне очень не нравится. Я поэтому какао, когда выбираю, очень сложно мне угодить из-за этих крупинок, которые скрипят на зубах. Они не растворяются. Сколько бы их не варили, они не растворяются. Вот я сейчас вот из этой кружечки какао перелью. Посмотрю, что на дне. Вот эти крупинки, они все скрипят. Вот такое какао. Ну, что я могу сказать? Я не в восторге. Вкусы, конечно, у всех разные. Но мне такое какао не понравилось. Хорошо, что еще не догадалась я две пачки взять. Потому что нигде нет какао. Я хотела даже две пачки взять. Если честно, я даже это какао выпить не смогла. Вот в чем дело. Мужу тоже такое какао не понравилось. Даже у него оно в горле все оседает. Вот этими, как взвесь. Варила я все правильно сварила. Но вот эта взвесь в горле, в горле застревает. И на зубах скрипит. Так что ужасно, ужасно мне не понравилось. Но, конечно, выкидывать его не будем. Потому что как-то одно какао было вообще невозможное, что я его выкинула. Это, конечно, выкидывать не буду. Его можно использовать в тесто. Думаю, в тесте вот эти частички, песок этот, ощущаться не будет. А не варить как какао, не для глазури, это какао однозначно не пойдет. Надеюсь, мой отзыв вам пригодился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного. Заходите в гости. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин.